Добрый вечер. Я Максим. В эфире. Программа. День. Люди. События. Сегодня выпуск о событии 28 сентября. 28 сентября 1953 года первым секретарем ЦК КПСС был избран Никита Хрущев. Эпоха Хрущева в истории известна, как эпоху оттепели во внутренней внешней политике СССР. Он стал инициатором реабилитации жертв репрессий, модернизации партийно-государственной системы, своими реформами пытался улучшить материальное положение и условия жизни населения. Хрущев, в отличие от своего предшественника, пытался сделать общество более открытым. На 20 и 22 съездах КПСС он выступил с резкой критикой так называемого культа личности и деятельности Сталина. Однако сохранение в стране тоталитарного режима подавления инакомыслия, расстрел рабочих демонстраций в Новочеркасске, произвол в отношении интеллигенции, вмешательство в дело других государств, обострение военного противостояния с Западом, а также политическое прожактерство, призывы догнать и перегнать Америку, Обещания построить коммунизм к 1980 году, делали его политику непоследовательной и нелогичной. К началу 1964 года в СССР назрел острейший экономический кризис. С прилавков исчезли местные и молочные продукты, за хлебом стояли тысячные очереди. Серьезность положения осознавали многие партийные функционеры. Опасаясь массовых народных волнений, партийная верхушка приняла решение отстранить Хрущева от власти. 14 октября 1964 года на пленуме ЦК КПСС Хрущев был снят со всех партийных и государственных должностей и отправлен на пенсию. Первым секретарем ЦК избран один из организаторов отставки Хрущева Леонид Брежнев. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.